Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о полуавтоматических и автоматических PSP-винтовках, которые когда-либо были представлены на российском рынке или представлены на сегодняшний день. У нас тут стоит леший, но начну не с него, начну с истории. Первой полуавтоматической винтовкой, которая работает именно на воздухе, по прототипу автомата Калашникова. Это был FX Monson. Винтовка не увенчалась успехом, поэтому она уже больше 10 лет не выпускается. Винтовка ненадежная, полуавтоматический режим даже у новых винтовок зачастую не работал. Винтовка точная, но, к сожалению, по не то что качеству исполнения, по ее надежности она, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Потом FX, то есть шведская компания с многолетним опытом, выпустила свою винтовку FX Revolution. Тоже полуавтоматическая винтовка. Кстати, вот, вы можете посмотреть отрывок из нашего обзора на нее. Смотрите, как она стреляет. 7 метров в секунду, как я и говорил. И смотрите, я ничего не делал. Она перезаряжается сама. Тоже не увенчалась успехом ее судьба. Тоже она оказалась ненадежной. Часто полуавтоматический режим ломался, и она начинала стрелять в механическом режиме. Стреляла она очень точно, к слову говоря, но все-таки мы ее расценивали как полуавтомат, а как полуавтомат ее судьба не увенчалась. Из совсем старых моделей, про которые я могу рассказать, это так называемая электричка. Это EVANIX GTK 290. Она стреляет как в полуавтоматическом режиме, так и в автоматическом режиме. Но работает, собственно, здесь стоит батарея, как на страйкбольных винтовках, и она, соответственно, приводится в движение, то есть досылатель при помощи электрики. Винтовка прикольная, достаточно тяжелая, достаточно точная, но это можно сказать все-таки прошлый век, потому что электричество в оружии, ну, такое, мягко говоря. Затем в фурор была винтовка Хубин. Она и на данный момент является просто супер винтовкой и мечтой многих. Два потрясающих Хубина. Это редукторная полуавтоматическая винтовка с огромной мощностью, вот, с хорошей точностью. Позволяет стрелять не только валанчиками, но и не очень тяжелым полнотелом. Редуктор держит очень высокие давления, как и резервуар. В резервуар можно заправлять 350 бар. Винтовка очень прикладистая, компактная. Но, опять-таки, производство Гонконг, и, скажем так, она не очень надежна и достаточно сложно ремонтопригодна. Но мы умеем чинить Хубины, вот, мы, в принципе, этим занимаемся. Хубин. Затем СК-19. Это американская винтовка, выпущенная совместно с компанией Air Arms. Она стреляет как в автоматическом режиме, так и в полуавтоматическом. То есть, она стреляет и очередью, и, соответственно, как полуавтомат. То есть, по последовательному нажатию спускового крючка. Винтовка прикольная. Кстати, посмотрите про нее. Уничтожаем кастрюлю. Да, она стреляет как автомат. Она автоматическая. Ну и к чему мы пришли? Мы пришли к изначальному недоверию к российскому производителю, то есть, к Эдгану. Мы все не доверяем нашему отечественному производству и зачастую выбираем Китай или что-то еще. Кстати, помимо этих винтовок, всего в мире существует порядка, ну, наверное, меньше десяти полуавтоматических винтовок, которые работают именно на воздухе, не электричка. Из самых дешевых могу вспомнить Крал. Но, как по мне, это ужасная винтовка, которая требует так называемого напилинга, причем непростыми руками. Не точная, потому что турецкий ствол самый дешевый. Мощность там тоже оставляет желать лучшего. Ну и, конечно же, надежность. То есть, винтовка полностью оправдывает свои очень-очень маленькие деньги. Потом есть Умаракс, которого у нас еще не было. Ничего не могу сказать про эту винтовку. Но, по слухам, она достаточно неплохая. У нас пока не было их. И Хацан. Буллмастер, если не ошибаюсь. Полуавтомат. У нас их тоже пока не было. Мне нечего про нее рассказать. Зато мне есть, что рассказать о Лешем. Знакомство с винтовкой Дган Леший произошло у нас, наверное, в конце лета прошлого года, либо в начале осени. Уже появились винтовки с редуктором открытого типа, который может настроить даже ребенок без разбора. И, как только эта винтовка попала мне в руки, она мне сразу понравилась. Удобно складывать и убирать. Очень качественная покраска. Компактность. Аналогов нет в мире. Эта винтовка очень компактная, маленькая. Предохранитель складывается. Ну, тут я не очень покажу из-за сошек. Вот тоже самое, только без колбы. Она складывается. Берется вот такой вот рюкзачок, который тоже продается у нас. И все. Просто все. Кто знает, что у вас там винтовка? Там у вас учебники для школы. Так вот, Эдган Леший произвел просто фурор. Не только на российском рынке, но и европейском. К примеру, Леший стоит в США и в Европе дороже, чем Хьюбан, дороже, чем, наверное, даже Импакт от FX. К нему мы чуть позже вернемся. Здесь установлен маленький прицельчик Маркул 2.12. Винтовка мультикалиберная. Она не только производится в калибрах от четыре с половиной, но еще и позволяет достаточно быструю смену калибра. Вы можете с помощью перенастройки редуктора и замены магазина, соответственно, стволика, менять на любой калибр на одной и той же базе. По поводу ее возможностей и по точности. Просто шедевр. Помимо всего прочего, куча возможностей для тюнинга. То есть различные модераторы, обвесы. Вот у нас тут установлена 0.35 колба, которая увеличивает количество выстрелов в четыре раза. То есть если у вас на 6.35 это два барабанчика примерно, 16 выстрелов, барабанчики у нас 8 в независимости от калибра, то на этой колбе выходит практически полтинник. Помимо всего прочего есть удлинители приклада. У нас скоро появятся удлинители заредукторного давления, что позволит и увеличить ее мощность и снизить значение на редукторе, тем самым сделать эту винтовку максимально экономной по расходу воздуха и стрелять, стрелять и еще раз стрелять. Винтовка ест очень много пуль за счет того, что вы много стреляете, естественно, потому что это полуавтомат. Складывается она совсем в маленькую коробочку, то есть поставляется она, жалко нет, рядом в такой коробочке. Быстро все собирается, модератор ставится и так далее. Вот, кстати, мне принесли эту коробочку, все помещается в нее, ну, как набор для стендового моделизма. Очень удобно отправлять в регионы, очень удобно перевозить, все быстро собирается, все туда упаковывается. Единственное, конечно, с оптикой туда винтовка не помещается. Оптика в рюкзачок, пожалуйста. Вот, помимо всего остального, как я и говорил, винтовка стреляет не только валанчиками, но и полнотелом. У нас тут версия long, то есть 350 ствол. Это самый длинный стоковый ствол, он достаточно точный, достаточно надежный, то есть можно стрелять полнотелыми пулями. Вот, кстати, пули московского производства, полнотелые, весом 2,2 грамма, экспансивные, в калибре 6,35. А это уже пули 3,2 грамма 7,62, которые пришли на смену GSB. 3,2 и 2,9 грамма, которых просто сейчас в России на самом деле не найти. Вот, для сравнения пули 7,62 и 6,35. Для сравнения с Лешем я взял самую передовую винтовку на сегодняшний день шведской компании FX. Это Impact M3, самый последний. Эта винтовка супер точная, то есть на 100 метров можно укладывать пуля в пулю, то есть максимально спортивные результаты. Но эта винтовка, она требует каждый раз перезарядки. Здесь биатлонная СКБ, то есть после каждого выстрела вы перезаряжаете и нажимаете на спуск последовательно. В магазине очень много пуль, не помню сколько, 28, по-моему, 6,35, я не помню. Давно я с нее не стрелял. Большое заредукторное давление в стоке, то есть низкие показатели на редукторе при высокой скорости. Большее количество выстрелов как раз таки из-за большого заредукторного и из-за того, что здесь стоит колба все-таки 0,6. Два манометра. Один показывает давление на редукторе, другой показывает на резервуаре. У Лешего только один манометр, который находится в прикладе, он показывает давление в самой винтовке. Но эта винтовка все-таки не полуавтомат. И ее не очень корректно сравнивать с Лешим. Теперь следующее. Если вы хотите стрелять все-таки максимально далеко, с какими-то возможностями более, скажем так, серьезного плана, то вот посмотрите на эти пули. Эти пули 4 грамма, 3,65 грамма и еще 4,5 грамма. Они тут сравнение с пулями для Леший. Такими пулями может стрелять PSP-винтовка от русской оружейной компании «Егерь». Конкретно эта винтовка это колбовый буллпап, в простонародье колба-булка на алюминиевой колбе. Но посмотрите его габариты. Во-вторых, мне его тяжело держать. Он весит более четырех килограмм, а с этой оптикой он, наверное, весит все пять. То есть он в два раза тяжелее, чем Леший. В рюкзачок он уже не поместится. Эта винтовка также механика, с очень тугим взводом. Достаточно громкий. Эта винтовка все-таки не для стрельбы с рук, по-хорошему. Эта винтовка для вдумчивой стрельбы со стола. То есть с рук, конечно, тоже можно и даже достаточно удобно, но Леший в этом плане номер один. А эта винтовка более точная и более мощная, чем Леший. Но она большая, громоздкая и тяжелая. И опять-таки некорректное сравнение с тем, что это не полуавтомат. Зато с этой винтовкой уже выигрывают соревнования. Эта винтовка для максимально серьезной стрельбы. Это не игрушка. Егерь Булл Пап. Правее, кажется, ушло. Винтовка Егерь от Русской оружейной компании собирает, по сути, большую армию фанатов. То есть, отдельно те, кто любит Леший, отдельно те, кто любит Егерь, но еще супер фанаты, которые имеют и то, и то. Егерь — это полноценная винтовка для стрельбы свыше 100 метров. И если вы хотите использовать тяжелый, не ветрозависимый боеприпас, то есть, такие пули, как 4 грамма, 3,65 грамма и стрелять, даже 4,5 грамма можно использовать и стрелять на сверхдальней дистанции точно, то все-таки вам нужно посмотреть в сторону Егеря. Но сейчас разговор не о нем. Разговор сейчас о именно полуавтоматах, но про Егеря вы тоже не забывайте. Если захотите стрелять далеко, он вам пригодится. Как я и говорил в начале видео, Леший подразумевает собой множество возможностей к тюнингу. То есть, чтобы стрелять еще более точно, можно докупить отдельно либо 450-й, либо 600-й ствол. Отдельно на него продается, соответственно, модератор, обвес. Ну, без этого всего тоже можно стрелять, но у вас будет голая трубка, которая очень сильно будет бахать. То, что модератор все-таки существенно звук снижает. Для того, чтобы заправить такие винтовки, то есть, здесь очень высокое давление, вы обычным компрессором от автомобиля или там на работе не заправите, нужны вот такие портативные компрессоры. То есть, это компрессор работает до давления 300 бар, как раз максимум в лешем 300. Спокойно несется, весит порядка там 8 килограмм. Работает как от автомобиля, так и от сети 220. То есть, универсальный такой ящик, который всегда вам позволит остаться с воздухом, остаться заряженным и пользоваться своим любимым изделием Леший-2, который вы можете купить в Охотника.нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова